По инициативе принца Майкла Кенского, двоюродного внучатого племянника Николая II и великого мастера ложа масонов метки, в музее Москвы открылась выставка 3D-моделей, разрушенных в 30-е годы прошлого века, построек Китай-города. Мы очень благодарны, что у нас такой совместный, потрясающий выставочный проект и такой удивительный партнер. Среди объемных моделей, напечатанных на 3D-принтере по сохранившимся чертежам, Ильинские и Варварские ворота Китай-городской стены, церковь Николы Мокрого, храм Николая Чудотворца, большой крест и типовой купеческий дом. Сперва мы собирали по архивам разные материалы, фотографии, музей Москвы нам очень помог. Затем мы писали экспликации, тексты для выставки, про здание искали информацию. Планируются еще экскурсии по Китай-городу, по выставке, будет организована дискуссия про альтернативные пути развития Москвы в 20-м веке. Посетители выставки также приглашаются совершить виртуальную прогулку по Страстному монастырю. На грант Российского научного фонда молодые ученые исторического факультета МГУ в течение трех лет при помощи БИМ-технологий воссоздавали вид одного из древнейших монастырей столицы. Мы реконструировали саму площадь и Страстной монастырь на три временных среза. Это началось в 1700-й год, в 1830-й год и в 1910-й год. Все эти реконструкции мы проводили на основе имеющихся у нас исторических документов, чертежей, гравюр, исторических описаний, страховых описей. Балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Именно напротив Страстного был изначально установлен памятник Пушкину. Развернутый в сторону монастыря, он отражал представление народа о своем поэте. Во время Отечественной войны 12-го года, когда Наполеон спешно покидал Москву, в Страстном впервые служили молебен об избавлении от нашествия наплеменных. Первая же церковь на будущей Страстной площади заложена царем Михаилом Федоровичем. Думается, именно поэтому принц Майкл, названный в честь Михаила Александровича, младшего брата, в пользу которого было подписано отречение Николая II, включил виртуальную реконструкцию в свою выставку. Посмотрите, какие красивые здания создали наши прессы. Талантливые русские мастера, а также иностранные архитекты, наполняющие в Москве во прошлых веках, в том числе в годе создания моих прессов. Большая часть представленных на выставке зданий находилась в Зарядье. До 1856 года это было единственное место в Москве, где разрешалось проживать иудеям. Вот что писали об этом районе в прессе того времени. «У нас на самом деле существует китайская стена, окружающая наше московское гетто – Зарядье. Здесь скромно приютились в тесных, серых, грязных помещениях большая часть нашего еврейского населения. Дома из соображений экономии не имели отдельных парадных входов, а строились длинными галереями, на которые выходили двери квартиры. Пожалуй, самый известный из таких зданий – это дом-корабль, запечатленный в фильме Сергея Эйзенштейна «Стачка». Это время, когда молодые финансисты в правительстве Александра II открывают страну для иностранных инвестиций. В результате, к концу XIX века, под контролем иностранных ростовщиков оказываются денежные эмиссии и, как следствие, подавляющая часть российской промышленности. А у страны формируется самый большой в мире внешний государственный долг. Символично, что после прихода ко власти Сталина и начала восстановления национальной экономики принимается решение о строительстве зданий наркомата тяжелой промышленности. И именно в Зарядье. Строительство звездообразной 32-этажной башни проекта «Братьев Весниных» не состоялось, однако район был стерт с лица земли. После войны здесь хотели возвести восьмую сталинскую высотку, которая со смертью вождя была перестроена в самую на тот момент большую в мире гостиницу. Сегодня Зарядье возводят из руин, на этот раз как футуристический парк. При этом район снова застраивают иностранцы, и проект развития Зарядье вновь вызывает множество нареканий, начиная от игнорирования исторических владений сохранившихся памятников архитектуры и заканчивая расточительной системой создания в парке четырех микроклиматов. Степь, тундра, леса и болота под стенами Кремля. Что это, если не образ будущего для России, каким его видят те, кто сегодня, как и сто лет назад, контролирует экономику страны? Петр Ларин, строительство.ру